Так, аноним, спасибо за 60. Значит, у нас продолжается какой-то веселый фемпарад. Ну, хорошо, давайте. Ну, кто сказал? Ну, короче, еще раз. Если тебе это говорят твои родственники. Ну, блядь, тебе не повезло с родственниками. Твои родственники говно и пидорасы. Ну, ничего не повезло. Ну, извините. Это проблема не феминизма, а твоих дебилов-родственников. Будь у них мальчик, они бы ему ебали мозги, ты же мальчик. Будь у них, блядь, там, типа, не знаю, какой-нибудь... Ну, допустим, это семья, не знаю, русских, и там парень, не знаю, блядь, начал рэп читать. Ты же русский, что ты с этими неграми? Или он, допустим... Ну, вы понимаете, то есть это проблема того, что твои родственники дебилы. Если тебе это говорят какие-то хуесосы, блядь, хуесосы в интернете всем всегда говорят хуйню. Мне пишут комментарии хуесосы постоянно. Всем, блядь. У кого большой нос пишут, у тебя, блядь, свой нос, блядь, чё у тебя, блядь, крючком копаешь своим, блядь, да, типа, ямы, нахуй, можно в одежду повесить. У кого огромная жопа, эй, блядь, жирная жопа, у тебя, блядь, притяжение есть, ты, ебать, луна. Кто, блядь, сиськи себе, допустим, отрастил, блядь, жирные, да, как я, эй, блядь, мамоны, блядь, сисян, типа, ну, нахуй, эээ, блядь. Любому политику, любому там, ну, то есть, идите просто в пизду со своей хуйнёй, блядь, это чё, чё, блядь, реально, пиздец, вообще. Ну, говорит тебе это, ну, блядь, я тоже, что бы я ни сделал, мне на это, как бы я ни объяснял фемкам, блядь, как бы я охуенно не разговаривал, матерился бы я, не матерился. Лучшая в мире у меня картинка, прав ли я на сто процентов или на девяносто девять, я, блядь, отхвачу дизов, больше половины на этом видео. Блядь, ну, извини. Спасибо. Ну, блядь, ну, давайте я буду с голым хуём ходить по улице просто, и, типа, и пусть хоть одна, блядь, женщина, угнетательница посмеет, блядь, взглянуть на меня, типа. Вообще, типа, мне будут говорить, прикройся, типа, не будь, там, не провоцируй, бла-бла-бла, там, и так далее. Короче, это проблема не феминизма, а долбоёбов. То есть, я не понимаю, почему вообще фемки решили, что долбоёбы ебут мозги только женщинам, типа. Во-первых, долбоёбы ебут мозги всем абсолютно. И, типа, не надо угнетать женщин, не надо никого, блядь, угнетать. Не надо поднимать руку на женщину, ни на кого, сука, не надо, блядь, поднимать руку на секунду. Если, ну, вот, блядь, я не знаю, чуваки, серьёзно. То есть, окей, я понимаю, что у женщин есть проблемы, я понимаю, там, блядь, насилие в семье, это полный пиздец, и, да, надо, блядь, сделать какие-то службы, хуёжбы, как-то вот порешать эту проблему пиздато, то есть, чтобы не было у женщины проблемы съебаться от хуесоса, который её пиздит. Я понимаю, ну, я готов понять проблемы, типа, там, абскёртинг, там, хуёртинг, не знаю, ещё какую-то херобазу, там, кто лапает тебя в метро, там, или, ну, вот эту всю херню. То есть, это да, конечно, пиздец, плохо, ужасно, отстойно. Хотя, с другой стороны, знаешь, блядь, типа, ездишь в бомжатском транспорте, типа, там, там и должно быть всем хуёво. И, короче, проблемы нищих на самом деле. Вот, но всё же, да, я готов согласиться, что, да, это хотя бы можно обсуждать. Хотя, на каких нищих, типа, поедет хорошая тёлка какая-нибудь в такси, и таксист тоже, несмотря на то, что всё отслеживается, всё, блядь, делается, тоже, блядь, доебёт тебе все мозги и так далее. Ну, короче, да, окей, ладно, я готов согласиться с этой проблемой. Спасибо за донат. Это самый лучший комментарий к этому видео. Но! Блядь! Но! Эй, будь такой, не будь такой! Это не проблема, это иди нахуй с такой проблемой. Иди в пизду. С этой хуйнёй. Просто пошла нахуй, блядь, монголы 50 лет в шахте хуярят, добывают, блядь, уголь, потому что им нечем топить, и они иначе топят говном, блядь, свои ебаные юрты. Или в чём они там живут. В Таиланде, блядь, зонт поставили, и под ним живёт семья, нахуй. В Африке людей продают, блядь, мёртвых людей, ну, или не мёртвых, живых продают, потому что, блядь, кожа, на кожу, на органы, блядь, не знаю, на всякую хуйню. Ну, и в рабство тоже и так далее. Не только женщин, блядь. От диареи, блядь, умирают люди каждый день в авариях. Если ты делаешь что-то, чтобы вызвать реакцию, то нужно радоваться, если она позитивная. Спасибо за донат. И ещё больше, если неготвная, значит, зацепила ещё мощнее. Ну, по такой логике, вот, да, типа, эти вот мадемуазели вызвали у меня реакцию и должны быть рады. Ну, спасибо за донат, конечно. Вот. Скажут, о, nice dick, awesome balls, да-да-да-да-да. Короче, блядь, сука, в девяностых, типа, йогурт у людей был по праздникам, бандиты, блядь, могли тебя просто зарезать, и, блядь, до сих пор где-то вот есть такая хуйня. Ну, то есть, сука, и мне просто, мне, блядь, ну, мне мерзко, понимаете, блядь, видеть малолетних, блядичь каких-то, в основном малолетних, либо, блядь, каких-то перерощенных, которые, блядь, ещё раз, я не против ни в коем случае, типа, феминизма в правильных его проявлениях, и когда борьба идёт, так сказать, за правое дело, когда, блядь, женщину не берут на работу, например, там, хирургом, просто потому, что она женщина. Я, блядь, вообще просто презираю эту хуйню, и, конечно, блядь, сам буду первым бороться, и, блядь, если надо, что-то подписать, не знаю, там, что-то сделать, чтобы нахуй уволили этого, блядь, долбоёба, который не взял её на работу, блядь, я первым хочу, блядь, это пойти и сделать. Если, там, что-то против серьёзного, ну, блядь, тебе сказали, будь леди, а я не леди, пошла нахуй, а, просто пошла нахуй. Не будь, блядь, слишком пиздой, блядь, вот что я тебе скажу такое, просто, которая несёт хуйню. Какой-то, блядь, просто какой-то шлёндры проблема, что ей пишут в интернете хуйню. Бедная ты несчастная, блядь. Будь кем угодно, блядь. И так, блядь, сейчас та эпоха, когда, типа, если ты просто жирное уёбище, блядь, женского пола, всё, просто тупо, потому что ты жирное уёбище, ты можешь набрать 300к подписок в Инстаграме и всё, ничего не делать, кроме как быть жирным уёбищем, которое за собой не следит и выкрадывает свои фотографии и говорит, я бодипозитив. Ты просто можешь быть абсолютно тупой, безграмотной, безмозглой, бездарным уёбищем, и какие, блядь, у тебя проблемы? Проблемы, если женщина суперспециалист, и её не берут на работу. Проблемы, блядь, если, типа, там, не знаю, женщина делает какое-то типично мужское дело и, блядь, её не воспринимают не как женщину, например, да? Вот это проблема. Это хуйня. Мне просто... Или, нахуй, серьёзно, всё, я не... Давайте посмотрим этот, кал, побыстрее. Шли, всё хочешь, только отъебись, нахуй, со своей хуйнёй. Блядь, короче, я поясняю, дорогие тёлки, вы можете выглядеть как хотите. Вы можете, блядь, мне насрать, если какая-то пизда не бреет себе подмышки. Мне абсолютно похуй, что кто-то там, не знаю, не накрашенный или перекрашенный и так далее. Ну, то есть, я имею в виду, я, блядь, не против. Но, например, у себя на странице, если кто-то накачал себе просто уродливые губищи, я про это скажу. Пиздец это уродство, блядь. Если что-то у человека от природы, да, то есть, ну, вот он так выглядит, это его, там, либо природа, ну, либо даже он, например, жирный просто, пиздец. Я понимаю, это нелегко. Но если человек осознанно, например, превращает себя в уёбище, типа, осознанно вкачивает губы, например, ну, это пиздец. Ты, блядь, ты выбираешь быть уёбищем. Я считаю, можно за это троллить человека. Я считаю, можно, типа, кекать с этого. Если ты делаешь именно выбор, да, блядь, ну, блядь, даже если это обусловлено какими-то комплексами, какой-то, блядь, хуйнёй и ещё чем-то, ну, пиздец, типа, вот тратить деньги вот на эту срань, блядь, вот иди, бля, это, заданать в какого-нибудь феминистический, не знаю, там, хуй. Так вот, значит, смотрите, выглядите как хотите. Вопрос в том, что я свой хер не буду совать в тебя, если у тебя подмышках, блядь, волосня. Вот и всё. Ну, то есть, я, ну, выгляди как хочешь, пожалуйста. Я, ну, лично я не позову тебя, не знаю, на AlkaStream, если, блядь, там, или, ну, на какого-нибудь там в клип, допустим, если ты просто, ну, просто пиздец вообще, у тебя там, блядь, слизь типа из лица вот так вытекает, ну, что-нибудь так, ну, я не против, ты можешь, это хорошо, здорово, мне это нахуй не надо. Я не рассматриваю таких, этих женщин, как женщин в том смысле, в котором, как бы, они нужны мне, допустим, да? Окей. И, ну, никакой богатый, допустим, выходец из приличной семьи, из хорошего какого-то там среднего или высшего верхнего класса, вот просто там богатый какой-нибудь завидный жених, образованный, там, красивый, не знаю, там, спортивный, он не будет, блядь, просто рассматривать каких-то страхоёбищ, блядь, к себе, ну, не как жена, не как шлёндра, вообще просто. Ты для него, ну, то есть ему насрать, он, я думаю, ему абсолютно похуй, он не против, что ты существуешь, что ты вся такая деловая, ну, блядь, ну, просто эти люди для тебя закрыты, поздравляю. Можешь мутить с какими-то профеминистическими, пидорастичными, в лучшем случае блогерами. Будь проституткой, спи, с кем попало, будь старой, будь, будь как другие, будь ханжой, будь, просто, блядь, от меня отъебись и всё, я не против, типа. Можешь не улыбаться вообще, мне насрать, просто я не поставлю тебе лайк, вот и всё, потому что я, блядь, люблю, когда женщина улыбается. Можешь не дарить мне наслаждение, я просто не буду с тобой ебаться, пошла нахер. Можешь не быть опытной, просто, ну, ну, всё, иди мути со школьниками. Можешь не быть сексуальной, просто я не возьму тебя на ту работу, в которой мне требуется женщина для сексплотейшна. Можешь не быть невинной, просто, ну, какие-то, блядь, там, кто-то из-за этого не будет с тобой мутить. Ну и всё, типа, ну, чё плохого? Мути, блядь, с теми, кого это устраивает. Просто не удивляйся, что это только такие же, блядь, ебанаты, как и ты. Блядь, это просто, это даже более тупая хуйня, чем «Привет, я подсяду». Это реально вот прям самое тупое говно, которое я видел. Все эти правила обычно женщины прививают девушкам. Женщины, которые считают, что девушке нужно искать парня. К слову, да. Вообще-то, да. То есть, ну, если в семье, то, да, это обычно мать, там, бабушка, не знаю, тётушка. Они все дружные, вот, как бы. Ну, с другой стороны, их тоже можно понять. То есть, они чаще всего, ну, скажем так, они, на самом деле, обычно, давая некоторые советы, обычно всё-таки, ну, я надеюсь, по крайней мере. То есть, они надеются на твоё светлое будущее. Женщины, ой, все от меня что-то требуют, меня угнетают, ебаные патриархальные общества. Мужчины, хттпс двоеточие слежки с www.youtube.chon.ru В равно F4, Q4, Y4, F4. А-а-а, спасибо большое, на этом мы раутсайд заданы, да. За Прада, за Гуччи, устроим гачи-муки. Да, и вот, Азиз мразишь. Вот, то есть, женщина, когда, ну, типа, ещё раз, дорогие малолетние писюхи, если вдруг меня вдруг почему-то сейчас смотрят малолетние писюхи, которым там, типа, бабушка или мама говорит, нахуй ты с этим уёбищным, типа, татуированным дебилом, блядь, общаешься, иди женись, блядь, на нормальном... Сейчас, фу, выйдешь замуж на нормальном секунду. Поверьте, поверьте, эти мудрые женщины, ваши бабушки и матушки и тётушки, зачастую знают, о чём говорят, потому что, блядь, через, типа, объясняю, если ты молодая, симпатичная девчонка, весь мир у твоих ног, любой, блядь, хуй, абсолютно, типа, ну, вообще, кто угодно может подойти и так далее. И при этом, на самом деле, всякое там, какие-то, блядь... Вообще, кстати, я, насколько знаю, в некоторых культурах это даже нормально, прям абсолютно нормально считается, что, типа, любить женщину, типа, то есть у них прям, ну, в культуре, что женщина должна вот любить детей, мужчину ей не надо, не обязательно любить, ей надо делать вид, что она его любит, типа, вот. И устроиться просто удобнее, потому что ты сегодня замучишься каким-нибудь просто лохопудом, блядь, потом вы вместе либо сторчитесь, либо, блядь, скатитесь в говно, либо будете жить в нищете до конца дней, блядь, там, потому что наёбыши, блядь, нарожаете с ним, и ты будешь страдать, и ты будешь, блядь, давать своей дочери совет, блядь, ну, хоть ты, дура малолетняя, не повторяй моих ошибок, не... И она всё равно повторит, блядь, всё равно пойдёт с дебилами какими-то, блядь, мутить, тусить и, блядь, рожать детей и просто, блядь, вообще пиздец. Так вот, а если малолетняя дура, типа, выберет, ты можешь выбирать, ты можешь тусить с бомжами, ты можешь тусить, тусить, блядь, хоть с кем вообще, с любой, там, это, спасибо. В русской семье все должно быть поровну, муж подписан на Антона Калюжного, жена на Глебе, основанном реальных событиях. Ну да, да, спасибо, спасибо, да, 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 отлично, 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 вот так и можно. Вот, и ты, значит, можешь выбрать из толпы нищих, а можешь из толпы богатых. И ты можешь из богатых сразу, например, ну или из, там, вот, обычно родители что-то дают какой-то дельный всегда совет, типа, из тех, короче, не из всех просто подряд выбирать, с кем, кому у тебя там чувства вспыкнут, а, типа, найти из нормальных вариантов того, кто тебе при этом еще и по другим критериям тоже подходит и нравится и так далее. Вот это, блядь, самый лучший вариант. Вот и все, то есть, ну, никто не против, там, нет, ну, окей, в сказках нам обычно рассказывают, что вот, там, блядь, пытались выдать по расчету, бла-бла-бла, поверьте, на самом деле в сказках, типа, все прекрасно с принцем или там с Зубарнушкой-Дурачком, а на самом деле по расчету ты чуть-чуть бомбишь, а потом ты просто, блядь, спустя полгода понимаешь, что это было лучшее решение в твоей жизни. Примерно так. Простите, дорогие бомжи, кого я огорчаю, ну, надо понимать, что под бомжами я, на самом деле, имею в виду, ну, типа, далеко не вас, дорогие мои зрители, типа, блядь, алло, есть бабищи, которые на полном серьезе, то есть, ну, там, с нариками старчиваются вместе, блядь, где-то на заброшках и так далее. Просто по какой-то там, из-за каких-то абсурдных чувств. То есть, вот что-то в этом роде. Давайте, ладно, посмотрим. Вот кто говорит, типа, что женщины должны не материться, вот этим я бы тоже в лицо охаркнул, пошли вы нахуй, ебасосы, блядь. Пусть все матерятся, кто хочет. Ну, еще раз говорю, полная хуйня. Ну и кто же это перевел и перезалил? Ну, есть над чем задуматься, блядь. И он ведь, вот, блядь, да, пипец. Сколько смыслов, ебаный урод. Успешный женский бизнес. В общем, дай бог здоровья госпожи Вероники в ее успешном женском бизнесе, как говорится. Но вот это, конечно, такая редкостная хуйня, что... Я в светлом ахуя.